Я покажу вам здесь фильм, который рассказывает о посещении бывшими заключенными двух важных для меня мест. Это Владимирская тюрьма и пермский лагерь ЖХ-36. Надо сказать, что порядок здесь нарушен, потому что правильно было бы начать с лагеря. Обычно из лагеря посылали во Владимирскую тюрьму за нарушение режима. Но, наверное, ребятам, поскольку они ехали из Израиля, было удобно ехать в таком порядке с Перуа, приехать через Владимир, поскольку он рядом с Москвой, а потом уже поехать на Уральские горы с Владимирской тюрьмой. Здесь вы видите начальника, разговаривает начальник тюрьмы или какой-то, наверное, споксмен тюрьмы, который так мило улыбается и рассказывает бывшим заключенным о том, как это была история тюрьмы. Вот здесь вы видите Бориса Шекрота и Якова Сусленского. Они слушают этот разговор, не зная, насколько это им интересно, но это в какой-то степени как бы часть процедуры, поскольку просьба была как бы официальная и, естественно, значит, надо соблюдать некоторый протокол. Но в целом, конечно, нас интересует прежде всего устройство внутренней тюрьмы, как оно устроено. И надо сказать так, то, что называется крытая тюрьма, в принципе, все тюрьмы крытые, то есть у них есть потолок. Крытая, я тоже не знаю, конечно, это из-за жаргона заключенных, где показывают в кабинете начальника тюрьмы, есть всякие экспонаты. Вот видите, даже здесь какой-то заключенный, который одет в одежду, но это современная одежда заключенного. Нас так не одевали. Это, ну, не фильм, а запись была сделана во время посещения этой тюрьмы где-нибудь в конце 90-х годов. Это уже как бы новый режим, российский режим. Они еще пока что играют демократию. Еще не начались годы правления Путина. Ну, так это приятно, неприятно. Пока что можно смотреть. Я просто использую эти кадры довольно пустые для того, чтобы еще поговорить. Значит, заключенного, как правило, после вынесения приговора привозили в лагерь. Ну, это, конечно, не лагерь, а исправительно-трудовая колония или исправительно-трудовое учреждение. Вот здесь всякого рода экспонаты показывают. Вот, ну, так на общебытовом называется лагерь еще принудительного труда, поскольку, согласно идиотской социалистической, коммунистической концепции, врага советской власти можно исполнить, исправить чистым трудом. Честным трудом. Вот, ну, конечно, это ерунда. Если человек придерживается четких убеждений, то трудный бог, камаш, имеется в виду так. Согласно ленинской или марсовой теории, вот здесь показывают какие-то... А вот это само, как бы, план тюрьмы. Видны строения тюрьмы. Показывают эти отдельные блоки. Ну, так, на самом деле, здесь 3-4 этажа оказалось бы не так много. Но в целом эта тюрьма вмещает до 3000 человек. Возможно, сейчас в современную эпоху еще добавили что-то. И, естественно, тюрьма построена в разные периоды времени, поэтому архитектура другая. Говорят, что есть какой-то корпус, кажется, корпус номер 5, который был построен немецкими военнопленными. Все они обладают примерно одинаковыми удобствами. Причем, надо сказать, что эти удобства относительно удобства. Если обычно лагеря, скажем, в 50-е годы, в тюрьмах 50-го года были параши, и заключенные отправлялись в параши, потом выносили раз в день эти параши в общий какой-то санузел, то во Владимире я не встретил таких удовольствий. В основном это были обычные унитазы. Правда, они стоят посредине камеры. И если внутри камеры сидит 5-6 человек, это нормально. Иногда сидит и больше. То ты как бы сидишь, как во время отправления своих физиологических потребностей, ты выседаешь, как король на троне. Но люди привыкают. Если бы мне сказали, я говорю до смеха, что таково будет наказание, я, наверное, бы не пошел на угон самолета. Сидеть и оправлять свои физиологические потребности перед всеми. Но оказывается, это нормально. Даже наоборот сидишь, обсуждаешь последние новости, газеты, и туда все, говорят даже у уголовников, мочили прямо на толчке. Но это считалось уже как бы верхом наглости. Человек сидит на толчке, надо убить, убей. Зачем же ты ловишь такие неприятные моменты? Вот здесь видны стенды всякие. Понимаешь, Владимир Ильич Ленин. Я не думаю, что сидел во Владимирской тюрьме. Но более другие довольно известные заключенные. Вот из всех заключенных нашего периода. «Так я много не знаю». Но он показывает Чаранского. Поскольку это тюрьма, Владимир Ильич, тюрьма идет след за модой. Она знает, что в прессе международной это имя наиболее известно. Вот они теперь могут гордиться. Сказать, вот, значит, у нас сидел даже Чаранский. На самом деле сидел очень много приличных людей. Как всегда, о имени их забыто. Снова в эту тюрьму попадали люди, которые нарушили режим. Я, в частности, отказывался работать в субботу. И поэтому мне судили уже после семи лет нахождения в этом лагере. Сейчас его скоро увидим. И там, значит, присудили к трем годам крытой тюрьмы. Послали во Владимир. Потом Владимир был накануне Олимпийских игр в Москве. Поэтому перевезли из Владимира в место подальше. Тут всякого рода литература. Личний повод еще затянуть и рассказать о нахождениях в тюрьме. Понятно, что в основном заключенные были уголовники. Ну, как правило, это как бы крупные уголовники. Всякого рода мафиози, убийцы. Или как бы отказчики, которые отказывались подчиняться вообще законам тюрьмы, законам лагеря. Там их держали. А у нас это, я говорю, было в том случае, правда, за исключением Чаранского. Возможно, были и другие заключенные, которых приговорили по суду. Как бы первые годы отсидки, чтобы было как бы неповодно. Значит, за первые годы отсидки посылали сидеть его в открытую тюрьму. То есть Чаранского присудили по приговору первые три года, если не ошибаюсь, в тюрьме. И, возможно, что зачли ему то, что еще под следствием он тоже находился. По сути дела, следственная тюрьма. Первый этап заключенного. Она тоже крытая. Это крытая тюрьма. Так что, я не знаю, это надо проверить у него. Возможно, он сидел, на самом деле, если учесть года отсидки под следствием, еще два года. Вот эти три года. Потом переводят в лагерь. Тут всякого рода фотографии, рассказы об этих людях. Конечно, люди мыкали горе. Я не знаю, показаны ли здесь карцера, потому что я в карцерах не сидел. Я сидел в одиночках. И надо сказать, что сидеть в одиночке – это люксус. Это хорошо сидеть в одиночке, потому что это как бы… Сидишь в отдельном номере в гостинице, никто тебе не мешает. Можно сравнить удобство сидения в лагере с пятью заключенными или шестью заключенными в одной камере. И вот Чаранского показывают. И сравнительно с этим, конечно, гораздо проще сидеть одному хотя бы некоторое время. Ну, у них считалось наказание в одиночке. Но даже сидеть в камере, в карцере, тоже одиночные камеры, как правило, иногда двойственные камеры – это тоже определенное удовольствие. Сидишь один, правда, я не знаю, наверное, потом мы увидим, как выглядит карцер в лагере, называемый Бур – барак усиленного режима. А на иврите, как известно, Бур – это Бур, это Яма. То есть Яма, в которую посадили Юсефа, так что я, как Юсеф, продолжитель Юсефа из Тары, тоже сидел в Яме. Но терпимо, жить можно. Сейчас мы увидим очень скоро камеры. Так, надо сказать так. В камере есть глазок, естественно, и есть кормушка. Кормушка – это вот такая форточка, которая открывается для так называемой раздачи пищи. Вот стоит, с одной стороны стоит раздатчик, обычно освобожденный уголовник, на которого полагаются. И, значит, ты ему выставляешь миски, хранятся внутри камеры. Вот это тут мы видели Яшу Сусленского и Борю Шутлер, Челькрота, которые сидели тоже в тюрьме. Для них это все знакомо. И его, значит, раздают, просовываешь в эту кормушку, форточка такая, просовываешь в свою миску металлическую, и тебе там черпаком накладывают. На самом деле вот эта раздача, она как бы дает возможность осуществлять контакт через раздачика заключенного с другими заключенными. Конечно, это все подстава. На самом деле это раздачик по поручению КГБ или охраны другой. Вот здесь заодно показаны фотографии начальников. Вот здесь известный начальник Завялов. Но я уже его не достал и был потом угоден. В мое время был начальник тюрьмы Угодина. Ну, люди, в общем-то, все, как мы видим, с ромбами юридического образования. Но их задача была, конечно, карательная. Никакого тут юридического образования не нужно было. И все награды, которые они получили, это самые награды за то, что они умели держать заключенных в узде, наказывать и преследовать их. То есть, по, скажем, законам, настоящим законам справедливости, их самих надо было посадить в тюрьму. После преступления против человечества, ну, так это, поскольку советская власть в какой-то степени перешла довольно легко и плавно в новую Россию. А сейчас вообще есть, как бы, реставрация России. Никто их, конечно, не наказывает. Они все ушли на пенсию. Пенсия, правда, слабенькая. Вот тут мы видим в книге, вырезана, как бы, глубину книга. И да, в этой книге хранятся всякого рода, могут ножицы, ножи и прочие орудия убийства. Но, как правило, ножи откуда они получались? Они все давали вначале, выдавали ведро для помывки пола, а у ведра есть ручка. Снимают эту ручку металлическую, ее застряет конец, это пика получается. Сильное смертоносное орудие. Кроме того, можно проносить. Так вот, возвращаясь к роли раздатчика, раздатчик этой пищи, освободенный, заключенный. На самом деле он сотрудник или милиции, или полиции, или внутренних органов, или КГБ. То есть, иногда добывало друга, через можно передавать. И, на самом деле, он очень часто передает какие-то малявы и ксивы. Но, с другой стороны, пока он передаст, с содержанием этой ксивы знакомятся соответствующие органы. И таким образом происходит слежка. Вот тут мы видим, наконец, этот коридор тюремный. И вот видим раздатчик, или кто-то там, какой-то еще библиотекарь или врач. Вот он заглядывает, открывается кормушка, и он там передает, скажем, письма заключенным. Или там передает пайки им, или просто подслушивает. Когда подслушивает, конечно, невозможно слышать. Вот я в своей книге рассказываю очень интересную историю о том, как переговаривались через унитазы. Поскольку унитазы – это канализация, и это средство связи, то можно говорить, можно кричать унитаз, вызывать какого-то заключенного, и значит, он тебе ответит. Телефон такой. Правда, это как бы преследуется законом, запрещено переговариваться через унитазы. И поэтому, как правило, когда идут такие переговоры, один из заключенных стоит у глазка, прикрывает собой. Даже если приходит мент и начинает кричать, что там за разговор, а ну-ка, отойди от глазка, занимает время. Пока тот, кто переговаривается, может отскочить унитазы, и так их как бы трудно поймать. Вот здесь есть панорама, как бы, вот этих лагерных тюремных корпусов. Так примерно я это застал, когда я впервые прибыл, привели меня в мою зону. Да, и через окна можно видеть, кто приходит. Хотя там решетки и наморники, но можно видеть. И вот, наконец, мы пришли в это кладбище. Но тоже кладбище я выбрал только для, как бы, перерыва в разговоре, потому что понятно, что здесь, на этом кладбище, есть часть заключенных. Но это очень маленькая часть заключенных, как правило. Тут есть еще и больничка была во Владимире. То есть люди мечтали, все заключенные мечтают о том, чтобы попасть на больничку. На больничке дают белый хлеб, молоко и даже масло. Вот, и можно отгуляться. И кому-нибудь его не надо работать, белые простыни, тишина, удовольствие. Ради того, чтобы попасть на эту больничку, заключенные, уголовники, они заглатывали частью от кровати, пружины всякие, пока их оперировали, пока не отлеживались. И вот эта отлежка, и это, как бы, стоило того, чтобы наглодаться этой всей дрянью. Но потом были заключенные, которые действительно страдали от серьезных заболеваний, и их привозили на больницу. Ну, как правило, специалисты там были очень низкого качества, поэтому вряд ли я помню конкретную историю Голландского, тот, который был защитником Гинзбурга. Это было все известное дело Синявского и Даниэля. Посадили Гинзбурга, посадили Голландского. У Голландского была язва желудка. Ну, сейчас мы знаем, язва желудка – это какая-то мелочь, это какая-то бактерия. Алибактер можно лечить лекарственными средствами. А тогда надо резать. Вот его зарезали. Он страдал очень сильно, пока его взяли на больничку. Мы все требовали заключенные, чтобы его, наконец, госпитализировали. Вот он уехал и не приехал обратно. То есть там умер под ножом. Не то, что его специально убили, а просто запустили эту болезнь, не умели оперировать, я уже не знаю. В любом случае, это кладбище, эти могилы, в какой-то степени, да, это могилы заключенных, очень часто заключенные, которые освобождались из тюрьмы, оставались жить рядом с тюрьмой. Но можете себе представить в более широком масштабе, например, в Колыме. В Колыме были братские могилы, что называется братская могила. Просто скидывали людей, умирали каждый день. Сотни людей. Их скидывали в какую-то яму, ров. Поскольку Колыма – это зона вечной мерзлоты, то там они хранятся, как в холодильнике. То есть можно очень часто раскопать, но очень часто даже не видно, где находятся эти братские так называемые могилы, в которых похоронены в общей сложности, наверное, десятки тысяч человек, как следы преступления. Ну, правда, времен Сталина. В это время Сталина было бы в основном ГУЛАГ. Вот здесь показаны разные фамилии. Владимир, надо сказать, в какой-то степени, когда я его застал уже примерно в 217 году, там есть евреи. Даже там есть какой-то общественный дом, есть там библиотека. Как бы можно заняться самообразованием. Правда, в отличие от других городов, находящихся рядом с Владимиром, вот там нету раввина. Поэтому это как бы довольно уныло. И поэтому люди, которые хотят действительно что-то узнать, они могут учиться еврейской вере, знакомиться, даже пройти ГИУР. Это не самое место. Вот тут мы видим колокол. Очевидно, я так не знаю, скорее всего, это колокол. И построить такой устройство памяти, некая какая-то чистовня, память о заключенных, которые погибли во Владимире. По большому счету, Владимир существует, скажем, где-то с конца 19 века, даже в середину 19 века, вот до нашего времени. Здесь, конечно, было страшное мучение. Умирали люди, страдали. Вот все это, как достается в нашей памяти.